Всем привет, Unique на связи, и мы рады представить вам новый контент-формат, еженедельный новостной дайджест. В этом формате мы будем собирать интересные новости по нашей версии и рассказывать вам в коротком видеоролике. Во всяком случае, мы постараемся коротко. Итак, к новостям. Компания Sony начала массовую рассылку электронных писем с предложением игрокам вернуть свои средства за предзаказ Cyberpunk 2077. По версии компании, это произошло из-за того, что игра была перенесена с 19 ноября на 10 декабря. И все бы ничего, но... О переносе игры стало известно еще 27 октября, а письма стали приходить пользователям 11 ноября. В связи с чем, игроки начали подозревать CD Projekt Red в очередном переносе релиза Cyberpunk 2077. Так это или нет, мы не знаем. Однако в данный момент дата релиза официальная — 10 декабря. Будем надеяться, что больше она не поменяется. И раз уж мы заговорили про консоли, конечно же, следует упомянуть следующее поколение. Next-gen приставки, наконец, релизнулись. И там уже не все так гладко, как хотелось бы разработчикам. Начну я, пожалуй, с Xbox Series X, так как он вышел чуть раньше, и там ситуаций чуточку больше. Первая ситуация достаточно мемная. Сразу после релиза в сеть попали несколько видео, на которых были изображены приставки, из которых валил густой дым. Данные видео были подкреплены сообщениями о том, что после этого приставки перестали работать. Но не так страшен черт, как его малюет. Все дело в зумерах. Ребята решили попускать пар от вейпа в консоль. И в связи с особенностями конструкции ты дуешь пар вниз, а он выходит сверху. Густой-густой. Можно закинуть хайп еще и видео? Можно. В общем, все разрешилось, все были выведены на чистую воду, и разработчики в официальном твиттере попросили не пускать пар от вейпа в их игровую консоль. Вторая ситуация более неприятная. И связана она действительно с браком. Игроки массово жалуются на шумящий, древизящий и неработающий дисковод. И, казалось бы, вы спросите, ну кто же пользуется дисками в 2020 году? Но, на самом деле, таких людей достаточно много. Коллекционеры или любители просто пощупать то, что они купили. Это то же самое, что книги. Кто-то читает на электронах, а кто-то любит, как пахнет бумага. В общем, игроки жалуются, дисководы не работают. На некоторых видео можно сомневаться в правдоподобности происходящего, ведь изображена только лишь статичная приставка и звук. На котором скрижищает тот самый дисковод. Однако же, есть видео, которое выглядит достаточно правдоподобно. Вот оно. И вот ты берешь отпуск под самый релиз приставки, планируешь на неделю закрыться со своей новой возлюбленной в своей квартире, понабрать себе напитков, закусок и провести время с удовольствием. Достаешь тот самый диск, пытаешься засунуть его в приставку и... Она просто-напросто его не принимает. И, казалось бы, все мы давно привыкли, что в наше время идеальных продуктов на релизе не бывает. Конечно же, ребятам, которые получили бракованные девайсы, помогут разработчики, по гарантии они их поменяют, но осадочек останется. Относительно PlayStation пока не так много ситуаций, однако некоторые я вкратце перечислил. Во-первых, в гонке перегрева победила PlayStation. Это первая консоль нового поколения, которая выдала сообщение о перегреве. Но произошло это по вине магазина, в котором находился тот экземпляр. Они поставили новую приставку в закрытый купол без воздуха от видения для того, чтобы его не украли. Прозрачный, чтобы было видно, но выточить было невозможно или прикоснуться. И, естественно, воздуху нагретому деваться было некуда, и спустя, по-моему, 10 часов случился перегрев. Это нормально. Ничего страшного. Думаю, в бытовом обиходе, если ухаживать за своей приставочкой, ничего не случится. И приставка будет работать как нужно. И вторая ситуация с PlayStation 5. Некоторым пользователям вместо диджитал-версии приставки приходит версия с дисководом. Насколько обширна проблема, пока непонятно. Но людям, получившим вместо менее дорогой, более дорогую приставку, можно только позавидовать. С чем мы их и поздравляем. Извинения, извинения и еще раз извинения. Юбисофт извинилась перед инвалидами за описание героя из своей новой игры Assassin's Creed Valhalla. А Энн Хэтуэй, если кто не знает, это такая голливудская актриса, извинилась за дизайн персонажа из фильма, в котором она совершенно недавно снялась. Фильм, по-моему, называется «Ведьмой». И там у нее, у ее персонажа, руки у которых вот что-то не так с пальцами. Напрашивается два вопроса. Первый вопрос. Возможно ли в наше время создать игру, фильм или написать книгу, или сделать вообще хоть что-то, не извиняясь перед кем-то? А второй вопрос. Остался ли хоть какой-то смысл в словосочетаниях историческая достоверность и авторский замысел, авторское видение? Новость для любителей батл-роялей или же королевских битв. Кому как угодно, староверы. 10 ноября. Спустя почти год с релиза Call of Duty Modern Warfare 2 и 7 месяцев с релиза режима Warzone Activision наконец-то сделали шаг навстречу киберспорту. Они анонсировали кастомные лобби, что не может не радовать нас с вами. Во-первых, теперь можно будет собирать фан-лобби с друзьями, а во-вторых, у игры появляется киберспортивный потенциал. В конце октября глава Activision Боби Котик рассказал, что спустя 7 месяцев после релиза Warzone количество зарегистрированных человек в игре достигло 80 миллионов человек. И по его словам, это не предел, а киберспорт в Warzone только лишь увеличит популярность игры. Так это или нет, мы судить не беремся, а вот ваше мнение с удовольствием почитаем в комментариях. Да-да. Также есть приятная новость для любителей Valorant. Наконец-то свет увидел первый официальный турнир по этой игре. 9 ноября началась первая неделя квалификации в СНГ турнира Valorant First Strike. Всего же нас ждут две недели квалификации, в рамках которых лучшие команды региона будут сражаться за места в финале и призовой фонд в 4 миллиона рублей. По результатам этих двух недель в большой финал попадут 8 команд и будут состязаться за призовой фонд в гранд-финале 3-6 декабря в формате Single Elimination. За ходом гранд-финала можно будет понаблюдать на официальных русскоязычных трансляциях Riot Games. Сегодня, а для вас уже вчера, 14 ноября, стартовал турнир по плеер-анонс Battlegrounds Mobile. Турнир называется Peacekeeper Elite Championship и призовым фондом турнира станет 1,8 миллиона долларов, если не ошибаюсь. 1 миллион 800 тысяч долларов. Наш состав, состав организации Unique, Invite, приглашение на этот турнир, конечно же, получили, но поехать в связи с пандемией не смогли. Однако Lightning, один из наших игроков, все-таки примет участие в данном турнире в качестве замены для команды Natus Wincer. Пожелаем Lightning и Natus Wincer удачи. Она им пригодится. На этом у меня все. Увидимся на следующей неделе.